Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Бабушкин Александр. В этом видео я вам покажу, как не попасть в лапы мошенников в сети интернет, как не платить им деньги и остаться с живой операционной системой. Некоторые из вас, может быть, уже сталкивались вот с таким окошком, с информацией о том, что ваша операционная система заблокирована. Для того, чтобы безболезненно продолжить работать на компьютере, вам необходимо отправить смс с таким-то кодом на такой-то номер телефона. И пока вы этого не сделаете, продолжить работу на компьютере вы не сможете. Система на самом деле заблокирована. Естественно, смс платные и стоят они очень дорого. И это то, чего хотят от вас мошенники. Внизу также вы видите комментарии мошенников о том, что попытка переустановить систему может привести к потере влажной информации. И нарушение работы в компьютере. Это на самом деле так. Вот таких окошек может быть очень много. И могут быть они разного вида. Может попасться окно с картинками порнографического характера. Эти вот комментарии на прошлом окошке, да, и эти картинки на самом деле призваны мошенниками, дабы погнать вас в панику. И постигнуть, скорейшим образом отправить им деньги на указанный номер. Ведь согласитесь, может получиться очень неприятная ситуация, если ваш босс, супруг или супруга увидят на экране вашего монитора окошко вот с такими порнографическими картинками. Но скорее всего вам придется очень долго оправдываться. Хотя на самом деле вы всего лишь безобидно читали новости или устанавливали на компьютер необходимую вам программу, скачанную опять же с интернетом. Если перед вами появилось такое окно, имейте в виду, что вы поймали Трояна. И сейчас три вещи, которые категорически запрещено делать. Во-первых, это паниковать, потому что у вас автоматически отключится мозг. Во-вторых, высылать СМС мошенникам. В большинстве случаев это не приводит абсолютно ни к каким результатам. К тому же одним СМС вы не обойдетесь, 3 СМС как минимум отправить придется. Стоимость их немаленькая. И в-третьих, не выключайте компьютер, потому что на самом деле вы можете сбить работу системы, потерять данные и так далее. Что же нужно делать? Все очень просто, и вы сейчас сами в этом убедитесь. Для того, чтобы избавиться от этого назойливого окна и продолжить работу на компьютере, вам необходимо проделать следующий алгоритм действий. Я вас прошу запомнить его, потому что это очень важно. Дело в том, что эти действия вы будете совершать на другом компьютере. Если, конечно, у вас дома стоит два компьютера. Либо, если вы не располагаете такой роскошью, вам нужно будет позвонить вашему другу и по телефону объяснить, что ему нужно сделать для того, чтобы помочь вам. Итак, вам нужно выйти на сайт drweb.com. Если же вы наберете drweb.ru, для вас это не будет иметь никакого значения, потому что вы, в принципе, выйдете на тот же самый сайт. Далее воспользуемся разделом «Помощь». Раздел «Помощь» — «Разблокировка Windows» — «Троям WinLock». Кликаем. Перед нами анимационная заставка. Мы ее пропускаем. И попадаем на ресурс, полностью посвященный разблокировке компьютера, то есть уничтожению того самого окна. Если мы с вами опустим курсор вниз, то увидим множество различных окошек, которые вам могут попадаться. Все это как раз и есть тот самый «Троям». То есть может попадаться такое окошко, да? Такое. Ну, разные-разные. То есть здесь уже сами посмотрите, выберите. То есть вам необходимо выбрать то окно, которое сейчас находится на экране вашего монитора. Кликаете по этому окошку, и в поле справа вы можете увидеть название того самого «Трояна», то есть его разновидность, и тот код, который необходимо внести в поле для разблокировки. Но может возникнуть ситуация, что вы не найдете здесь необходимое вам окно, даже при всем их многообразии. Что же делать в такой ситуации? Вверху в поле «Номер» вам необходимо вбить тот номер, на который предлагается выслать смс. Здесь появится текст, то есть код, который вам также необходимо внести в поле для разблокировки. Проделав эти несложные шаги, вы избавитесь от окна. Но, избавившись от окошка, вы на самом деле не избавляетесь от самого вируса «Трояна». То есть он так и продолжает сидеть в вашем компьютере. Для того, чтобы от него избавиться, вам необходимо будет просканировать систему антивирусом, который у вас установлен на компьютере. Либо воспользоваться бесплатным антивирусом, который предлагает нам, опять же, «Доктор В». Бесплатная лечащая утилита. Кликаем по этому разделу, опускаем курсор вниз, скачиваем эту утилиту бесплатно, устанавливаем на свой компьютер, запускаем, сканируется наша система, выявляется «Троян», убивается. В принципе, вы можете продолжить дальше безболезненно работать на вашем компьютере. Итак, какой можно сделать вывод? Никто не застрахован от нападок сетевых мошенников. Лучше, конечно, с ними не сталкиваться и не встречаться, да, но если уж это произошло, то теперь у вас есть безотказное оружие против них. Поэтому я вам желаю, чтобы работа с компьютером и интернет доставляла только удовольствие и позитивные эмоции. Успехов вам и до встречи в сети! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok